А я скажу, дорогие друзья, что я не только сыграю, но сделаю это лучшее, чем любой артист в этой стране. Потом ему придется, конечно, перед этим всем извиняться. Он поймал просто звезду, и, конечно, такое в жизни бывает. Я должен уделить внимание коллагривому по одной причине. Это лицо поколения наглого, дерзкого. Все! Золотогривая... Нехита. Видел, какая у меня? Коллагривая. 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 Ха-ха-ха. Сейчас посмотрим. Может быть, я буду в очках. Ну что ж, хотелось бы сказать о том, что, во-первых, в этом видео будут маты. Вот вам человек, выебавший всех коллагривых на земле. Не знаю, материться будет ли я или это будет материться Атар Акунашвили, который очень сильно уисосит Никиту Коллагривого. Коллагривый, пес ты шелудивый. Коллагривый, мне б тебя в хвост на гриву. Коллагривый, брандохлыстый, игривый. Коллагривый – лицо поколения. Коллагривый теперь стал ходячим мемом, если пользоваться вашим никчемным в моих глазах вокабулярием. И возникает вопрос. За что? За что бы все так набросились на пацана? Я здесь не обсуждаю мои актерские успехи! Человек случайным образом поймал звезду, а есть такие понятия в шоу-бизнесе, как звездная болезнь, и это на самом деле очень страшно, когда человек еще не осознал, что вообще говорит. Потом ему придется, конечно, перед этим всем извиняться. Он поймал просто звезду, и, конечно, такое в жизни бывает. Есть версии неких экспертов, что даже многие режиссеры отвернулись от Никиты Коллагривого. По поводу Коллагривого, он же себе пригрел змею в виде всех режиссеров. Большого количества людей, которых он так прошелся-то и по... Как его... А, непочтительно отозвался? Да, он, по-моему... По-моему, кто у нас там был самый популярный актер за последнее время? Данила Козловский. Данила Козловский. Он сказал, что... Сейчас посмотрим... А я про это и как раз и говорил. Что он вам сделал? Что он такого сказал? Ну, против Адидаса он немножечко не очень понравилось, как высказал. То, что ему Адидас втащил, я считаю, что он правильно сделал. Когда пацаны все стояли, он пытался... Ну, мы не за это базарим. Ну, ладно. Все вдруг сделали из него врага народа. Каково тебе было играть не с каким-то там средней паршивостью Аль Пачино, не с человеком, который не сыграл ни одной яркой роли Де Ниры, а, ну, со светилом нашего кино, господином Калагривом. Как он вообще там? За кино стоит он? А что он сказал? Что именно он сказал плохого про Иннокентия Смоктуновского и Абдулова? И Калагривый говорит, что Иннокентий Смоктуновский – это вовсе не актер по его гамбургскому личному счету. И Александр Абдулов не тот, и Аль Пачино говно, и Роберт Де Ниро сосущая голова, и, в общем, Мэрил Стрим шлюх. Как он их обосрал? Да никак. Абсолютно никак. Он просто выразил свое мнение, свою точку зрения. Я не думаю, что Смоктуновский был с чемпионским настроем таким, как у тебя. Ну, я не думаю, что он лучше, чем я. Вот и все. Ах ты как лихо замахнул. А как? А как вы хотели? Чтоб я сказал, что нет, он, Светоч, нет, нет, нет. То есть кумеров у тебя нет? Мне не нравится Смоктуновский, честно скажу. Ну, я смотрела с ним сериал. Хай. Смотрела с ним сериал, так ничего не знаю. А может быть сыграем в Эммодзе Ребуса? Что? В Эммодзе Ребуса сыграем? Нет, спасибо. Ну ладно, тогда я пойду. Калагриевый, который говорит, что Смоктуновский переоценен, Абдулов вовсе не актер. Ну, понятное дело, Козловский дух лез. Дух лез говно, Козловский соответствует кино. И понятное дело, что когда он рассуждает о Козловском, пусть Козловский найдет Калагриевого и начистит ему рыло, если может, конечно. Никите Калагриевому кажется, что как актер он талантливее, чем Иннокентий Смоктуновский, Абдулов, Козловский и еще кто-то там. Как вы можете после этого Калагриева назвать актером, я не понимаю. Слушай, но он же выбрал такую для себя роль сознательно, типа, что вот я буду сейчас... То пошли все нахуй, я буду. Да, пошли, я лучше. Я, я знаю, но, понимаете... То есть выйдет он на этом коне или не выйдет? Он не выйдет, потом визуально не выйдет. Почему, возникает вопрос, почему Никита Калагриевый не может так думать? Мне не нравится Абдулов и не нравится Смоктуновский. Для меня всегда их роли были скучные. Почему за мысли, которые есть у человека, нужно подтягивать... Это его мнение, он его высказал. И устраивать фарс. Этому парню, да особливо с его ебалом нахуй, Который, он говорит, у меня же специфик... Какой-ка Караченцев по сравнению с ним персброс нахуй? Что вы, блядь, Караченцева приплели покойного нахуй? Надо же еще так жестко про него матюками всякими этими говорит. Что за люди, ёб твою мать. Можно просто сказать спасибо огромное тебе, Никита Калагриевый, За то, что у нас есть возможность сейчас хайповать на твоем имени И снимать подобного рода видосы. Смоктуновский! Чему лучше, чем я! Иотар Акунашвили, который уисосит и позволяет себе говорить гадости про человека. Так же должен сказать ему спасибо, что если бы не он и не все те звезды, Которых он... Если бы не они, не было бы и Атара Акунашвили, И не было бы этого чудесного видоса на канале Негодяй ТВ. Здравствуйте! А сейчас я вам расскажу про самые крутые в мире беспроводные наушники, Которые создали в России, в Тюмени. Тюменский CGPods становится самым настоящим стандартным беспроводных наушников в России, Избегая крайностей Xiaomi наушников и Apple по всем параметрам. Тюменский CGPods устанавливают новый стандарт разумной цены на беспроводные наушники. 5000 рублей. Это в 4 раза дешевле, чем у Apple. С их совершенно неадекватной ценой. Ребят, у CGPods есть интересные фишки, которых нету у Apple и у Xiaomi. CGPods это неубиваемые наушники. Кейс из авиационного алюминия. Выдерживает 220 кило нагрузки. Это просто неубиваемый материал. У тюменских наушников есть влагозащита. У Apple нету влагозащиты. Тюменцы устанавливают эталон звучания благодаря здоровенным динамикам на 10 мм. Тюменцы берут для своих наушников все самое лучшее от других брендов. Например, микрофон у CGPods такой же, как у Apple ушей. Прямо с того же завода. И также чисто передает звук. Золотой стандарт эстетики тоже за тюменцами. Выпускают CGPods сразу в пяти разных цветах. В супер приятных на ощупь софт-тач кейсах. Тюменский бренд устанавливает новый золотой стандарт сервиса. Все гаджеты Кейс Гуру при поломке не ремонтируют. А меняют на новые. Ты можешь прямо сейчас отсканировать QR-код. Или в описании переходи на ссылку, где будут беспроводные наушники CGPods. И ты еще можешь получить скидку по промокоду НЕГОТВ. CGPods. Everybody together. Because. Вот у тебя уже будут через два года другое лицо. Оно будет видоизменяться. И тебя найдут в кафе Фиалка на площади трех вокзалов. Фиалка, блядь. Получается, что высказывать свое мнение нельзя. Думаю, что нужно различать творчество и то, что человек говорит. И это не должно мешать человеку развиваться в профессиональной деятельности. Не дай бог дойдет до такого, что эти псевдоскандалы с Никитой Калагривом дойдут до того, что ему не будут давать ролей. Я надеюсь, такого абсурда не будет. Если ты кому-то не угоден, и ты где-то кому-то перешел дорогу, кафе Фиалка тебя ждет. Наша точка зрения может быть разная. Мы можем думать так, как думают многие, а можем думать так, как многие не думают. И неужели за наши мысли откровенные нас можно судить? А он сокращает себе путь. И мне жаль, если бы я попал в поле зрения его, я сказал бы, ты хоронишь себя. Человек может лишиться своей профессии только из-за того, что он просто высказывает свое мнение. Какого хрена? Почему я не могу высказывать свое мнение? Может быть, он искренне считает, что они ему не ровня в актерском ассисте, хотя то, что я видел в исполнении Калагрива, это игра хуже моего кота, когда кот выпрашивает у меня еду. Как-то в одном видео я тоже высказался о том, что, по моему мнению, Смоктуновский и Абдулов, ну что... Ну актеры и актеры, ничего такого сверхъестественного в них я не нахожу. Этот, да что делает Смоктуновский скучный актер, да в Голливуде, я все... И в комментариях мне написали, а кто ты такой вообще? Кто ты? Кто ты? Не сего этим говорить так! Кто я? А кем я должен быть, чтобы высказывать свое мнение? Мне нужно быть звездой? Царем? Депутатом? Президентом, может быть, мне нужно быть, чтобы высказывать свое мнение? А так кто я? Говно? Что? Получается, мне нужно быть кем-то, чтобы сказать, что этот мне нравится, а этот мне не нравится? Мне знаете, что нравится? Мне нравится, что Никита не пытается показаться каким-то угодным для людей. Он не говорит то, что всем, типа, как надо давать. Он говорит то, что он думает. Да правильно. Красавчик! То есть, получается, что когда у меня спрашивают, а нравится ли тебе Иннокентий Смоктуновский, я должен, получается, соврать. Мне он не нравится, но я должен всем сказать, чтобы быть для вас хорошеньким таким вот прям, актером таким прям, уф, каким. Я должен, ну вы знаете, Иннокентий Смоктуновский, конечно, это шедевр. Но я так не думаю. Какого хрена я должен говорить так, как я не думаю? Да, на самом деле, ну что вы смеете? Калагри, вы хороший актер. Хороший. Мы не смеем все вообще. Мы не смеем. Прекрасный вообще. Но он и талантливый очень. Прекрасный актер. Отлично. Мы его ждем в гости, кстати. Вообще б да. Никитус лучший. Я вообще считаю, что он красавчик. Ребята, так много о тебе говорят лишь потому, что они очень хотят тебя увидеть на своей передаче. Я больше чем уверен, что и Гарик Харламов, и Азамат Дорохов обожают тебя и с удовольствием бы с тобой по-хи-хи, по-ха-ха. Мы любим тебя. Никит, приходи в гости. Никит, приходи. Ребята нормальные. Абсолютно. Обсудим комиков. Обосрем всех. Так что мы все сидим и ждем, когда же ты появишься на этой передаче. На разговорах о важном про него рассказывали. Это что за разговоры? Это в школе, в первом уроке. Только серьезно, расскажи-ка. В школе есть разговоры о важном. Про Никиту Калагривого. И вам учитель говорил что-то про Никиту Калагривого? Да. Расскажи, так интересно. А что он рассказывал нам про страны какие-то. Кто он? Никита Калагривого. Он был у вас? Нет. По доске. Видео. Видео. Видео включали, где он урок, так скажем, вел. Да, он вел у нас урок. Ёб-макарек. И что он там базарил? Ну, типа то, что все страны классно там рассказывал про это. Что круто. Там Томская область, что прикольно. Томская область, а другая страна, что ли? Нет. Ну, про все он рассказывал, в принципе, что в России и не в России происходит. Ёлки-палки. Ну, ладно, тогда я погнал. Ждем его в роли Жириновского. Угу. Слушали. То есть ты в материале, да? Ну, чуть-чуть. Мне все предлагают и все боятся, и все гадают. Сыграли я роль замечательного человека Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу, дорогие друзья, что я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране. И я докажу вам это и покажу. Так что ждите. Большое спасибо за предложение. Я уверен, что я вас не подведу. Все. Тебе от меня респект, Никита Калагривый. Во многом я могу быть с тобой не согласен, но и во многом Никита Калагривый мне близок по душе. Я это чувствую. Вот тоже человек неоднозначный, Маргин Штерн. Очень его люблю. Как явление. Мне кажется, он честно живет, вы знаете. Перед собой, да? Да вообще перед всеми, перед собой. И мне это очень нравится. Я максимально пытаюсь быть таким же, максимально. Издержки профессии не всегда. Не всегда выходит. А он красавчик. Мне предлагали его сыграть. Да ладно? И я такой, да, конечно, говорю. Ну прикинь, я бы его сыграл. Это вообще бы просто бы уничтожило. Это замкнуло бы все. Пространство это уничтожило бы. Каждый, кто делает какой-то шаг в творческую карьеру, в творческое движение, тот всегда молодец. Каждый найдет тот или иной путь, и всем свойственно в этой жизни ошибаться. Ничего плохого против не скажут. Шоу-бизнес – это скандал и тому подобное. Много разносторонних там движух есть, где можно похайпиться, где можно отгребсти, где можно, наоборот, респект получить. Но, тем не менее, каждый играет по-своему. Если человек видит в этой перспективе хайп, значит, он до талого движется и получает от этого свои бонусы. Если он 2-3 года не покажет какую-то роль уровня Смактуновского, Гамлет, Козинцева в фильме, ему конец. И мы забудем, кто это такой через... Я вот просто вижу это. Признаюсь по-чесноку, с творчеством Атарика я был незнаком. Этот журналист или корреспондент, или кто он там, хрен пойми, кто, мне не особо нравился. Но я посмотрел его передачу каково. Вы знаете, смешно. Так оскорблять людей я не могу себе позволить, как он это делает. Но он это делает с юмором. Это смешно. Калагривый, отрицая все, что было до него, сам себя обрекает на то, что через 2-3 года мы с улыбкой будем вспоминать... Нет, вы с улыбкой, я с ухмылкой. Будем вспоминать, что еще одного послали нахуй. Я не знаю, что там у Никиты Калагрибога в голове по другим обстоятельствам, которые творятся на этой планете. Но говорить правду... Да нет, не правду даже. А просто то, что ты думаешь о том, в чем ты крутишься, вертишься, каждый день о своей профессии, но почему бы нет? Это уже дорогого стоит. Так что желаю вам всем, дорогие друзья, чтобы наконец-то нам разрешили говорить то, что мы думаем. Из-за этого у нас не было бы никаких последствий. Спасибо вам, дорогие уважаемые радиослушатели. Пишите комментарии. Если вы пишете всякую гадость, оскорбляете... Блин, кто пишет всякую гадость? Кто? Я хрен его поймешь, кто. Я, например, если пишу комментарии, то пишу только хорошие комментарии. Если мне что-то не нравится, я в жизни это не напишу. Я больше уверен, что многим людям, которым нравится и Никита Калагрибога, и мои видосы, они просто ничего не пишут, потому что они вообще не пишут комментарии. Это зачем вообще нахрен их писать? Всем респект и уважуха. Смотри, как меняется время. Как будто бы как перемены. Кто-то куда-то пишет, запутанный мир. Кто-то куда-то летит. Со мной братан снимает интервью. Все четко, все ровно. Как будто бы как по бровке. Летим вперед, как по веревке. Ну вот альбом. Как будто бы как... Мне нравится. Как будто бы как по бровке. Как по веревке. Продолжение следует...